Глава 3. Возрастные изменения человеческого организма. Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих. Так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. Байрон. В жизни человека важно выделить несколько узловых точек. Зачатие, рождение, период полового созревания, период половой активности, угасание половой функции и смерть. Естественно, каждая из них имеет свои особенности, которые надо учитывать в оздоровительной работе. Жизнь от зачатия до рождения. Диаметр неоплодотворенного яйца около 0,1 мм. Как показали исследования ученых, неоплодотворенная клетка находится в состоянии угнетения. После оплодотворения она переходит в активное состояние. В ней появляется центр формообразования и начинается деление. Зародышевая стадия продолжается от оплодотворения до 8 недель. В начале зародыш принимает форму шара, внутри которого к стенке прикрепляется зародышевый узел. Развитие на этой стадии происходит скачкообразно. Сначала происходит период накопления энергии, то есть наблюдается покой. Затем следует период быстрого превращения деления и снова покой. За этот короткий период успевает образоваться тело, а сам зародыш совершает путешествия и привыкание к новым условиям существования. Вначале он существует в трубной и маточной среде. Затем наступает имплантационный период, далее предпланцентарный и, наконец, планцентарный. Все эти периоды требуют напряжения и сопровождаются повышенной смертностью зародышей. Вообще, чувствительность зародышей повреждающим агентам так велика, что даже временное нарушение нормальных условий жизни матери, незаметный для нее перегрев, утомление, нездоровье, именно эти моменты дают серьезные последствия, которые приводят к смерти зародышей, либо сказываются в зрелом возрасте. В это время особенно критическими являются два периода до имплантации первой недели и до плацентации с шестой по девятую неделю. Лучшее понимание интимных связей позволяет понять, почему грязь в одном месте вызывает симптомы в другом. Например, нечистое анальное отверстие дает симптоматику в виде прыщечков вокруг рта стоматитных язвочек во рту. Известно, что воздействие на одни части тела можно стимулировать и укреплять другие. Например, воздействуя на кожу, мы стимулируем нервную систему. Нам надо знать, как строится физическое тело, а строится оно так. В возрасте 7 суток из зародышевого узла появляются 3 зародышевых листка, из которых формируются органы и части тела. Наружный эктодерма, зародышевый листок, образует кожу, волосы, потовые сальные и молочные железы, эпители ротовой полости, слюнные железы и зубной эмаль, анальные отверстия, дальнюю часть влагалища, всю нервную систему, все органы чувств, мозговой слой надпочечников, хромофинную систему, гипофиз, эпифиз, хрящие вицеральные части черепа. Внутренний энтодерма, зародышевый листок, образует спинную струну эпители всего желудочно-кишечного тракта, от рта до ануса, со всеми железами поджелудочной, печенью, легкие, трахею, ухо, танзелярные крипты, щитовидную и паращитовидную железу, вилочковую железу, мочевой пузырь. Средний мезодерма, зародышевый лист, образует большую часть скелетной мускулатуры, позвоночник, соединительно-тканную часть кожи, из боковых пластинок перитонию, плевру, перикард, брыжейку, всю кровеносную и лимфатическую системы, скелет туловища и конечностей, кровообразующие органы, лимфатические узлы, кору надпочечников, половые железы. С этих позиций уже можно объяснить такой факт, почему людей притягивает красивая человеческая фигура. Ввиду того, что половые железы имеют общий корень со скелетом и мускулатурой, они могут взаимно влиять друг на друга и по внешнему виду человека, можно судить о его половой силе. В результате, любуюсь с фигурой, мы попадаем под обаяние его половой силы. Полностью все органы человеческого организма сформируются к тремя месяцам. Развитие зародыша, а затем и плода происходит в водной среде. Зародыш человека с помощью особой зародышевой оболочки амниона создает собственный водоем, в котором он довольно-таки свободно плавает до 35 недель своего развития. Жидкостная среда наиболее благоприятна для развития, она стерильна, реакция слабощелочная или нейтральная. Состав околоплодной жидкости сложен и насыщен разнообразными веществами, гормонами, витаминами, разнообразными минеральными и органическими веществами и даже содержит небольшое количество радиоактивных элементов. Некоторые ученые считают, что плод помимо питания из крови матери использует питание через кожу из околоплодных вод. Одним из основных источников образования околоплодной жидкости является выделительная функция почек. Таким образом, собственный водоем в значительной степени состоит из собственной мочи плода. Поэтому мы все являемся уринотерапевтами. Но надо заметить, что моча плода сильно отличается от такой у взрослых и даже детей. По мере развития качественно меняется состав тела. Особенно наглядно это прослеживается по содержанию воды. Так, шестинедельный зародыш содержит ее 97,5%. 4-месячный 90%, 7-месячный 73,5%. А к моменту рождения содержание воды снижается до 70,9%. Изменяется и окраска кожи. Так, у 5-месячного она имеет темно-красный цвет. У 7-месячного она красная. А в конце 9-го месяца она становится розовой. Масса тела, форма и положение плода значительно меняется. Необычайно сильно масса плода вырастает в первые 2 месяца. И хотя зародыш имеет длину всего 4 см и вес 4 грамма, он за это время увеличился во много миллионов раз. От 2-х месяцев до рождения он увеличивается в 800 раз. Вообще за 9 месяцев внутриутробной жизни его вес с момента оплодотворения увеличивается в 6 миллиардов раз. А за 20 лет после рождения до зрелости возрастает всего в 20 раз. Такой темп роста при зачатии напоминает взрыв. Зрелый период напоминает стабилизацию этого взрыва, а старость рассеивания. За время внутриутробной жизни несколько раз меняется способ питания. Так первую неделю питания осуществляется за счет запасов, содержащихся в яйце. Это желтковое питание, жир, белки и пигменты. С 2-х-трех недель, когда происходят основные процессы образования зародышевых оболочек, питание осуществляется с помощью трофобласта. Трофобласт – наружная оболочка зародыша, которая своими ферментами расплавляет ткани материнского организма и усваивает их продукты. То есть это мясоед такой крутой. С 4-й до 8-й недели питания осуществляется за счет веществ, доставляемых ворсинками хориона. Это прообраз плаценты из крови материнского организма. Можно сказать, вампирная стадия. И, наконец, с 8-й недели до рождения питания и дыхания осуществляется из крови матери через плаценту, с которой тесно соседствуют капилляры материнской и зародышевой системы кровообращения. Одновременно начинает совершенствоваться и желудочно-кишечное пищеварение. Плод заглатывает амниотические воды, то есть околоплодную жидкость, что и способствует развитию пищеварения в утробный период. На третьем месяце утробной жизни в кишечнике появляется первородный кал, меконий, количество которого при рождении составляет от 70 до 90 граммов. Циркуляция крови в плоде имеет другое направление, нежели после рождения, когда перерезается пуповина. Сердце бьется в два раза чаще, чем у взрослого человека. Дыхание также осуществляется через плаценту. И кислорода в крови плода в четыре раза меньше, чем у взрослого. Зато усваивается он лучше. К 6-7 месяцам у плода регистрируется дыхательное движение 50-60 раз в минуту, которое затем сменяется периодами покоя. Как уже раньше указывалось, первоначальная стадия обитания будущего человека вода насыщена его же собственной мочой. Она теплая, содержит много питательных веществ, стерильная, уменьшает силу притяжения, смягчает удары, трения, срастание, способствует лучшей циркуляции крови и лимфы. Если в начале плод свободно плавает в собственном водоеме, то к 35-й неделе в 99,5% случаев он разворачивается головкой вниз. Такое положение способствует лучшей циркуляции крови и лимфы, лучше снабжает головной мозг питательными веществами. Из вышеизложенного становится очевидным, что это наиболее бурный и сложный этап жизни человека. По данным Всемирной Организации Здравоохранения, до 30% зародышей погибают в первые дни после оплодотворения. У 1% новорожденных обнаруживаются пороки развития. У значительного процента школьников проявляется патология, причина которой в дефектах, возникших еще до рождения. Будущие матери должны помнить, что все, что способствует ускорению или замедлению дробления яйца, приводит к аномалиям в развитии будущего ребенка. К этим факторам относятся прием лекарств абсолютно всех, антибиотиков, успокоителей от тошноты и т.д., искусственных витаминов, вредных пищевых веществ и добавок типа алкоголя, кофе, дурные привычки, курение и т.д. Работа с летучими веществами, шум, вибрации, лучистая энергия, в частности, загорание на солнце, ночные смены, неблагоприятное психическое окружение в семье, на работе и т.д. Особенно берегите себя в первые 3 месяца беременности. Знание особенностей этого периода жизни поможет вам разобраться в механизме оригинальных оздоровительных методик, о которых мы с вами поговорим в дальнейшем. Жизнь от рождения до полового созревания. Это весьма большой и важный период нашей жизни. Можно разделить на несколько подпериодов и подробно разобрать наиболее ключевые. Период новорожденности продолжается от момента первого вдоха до 3-4 недель жизни. Считается, что наиболее важны в этот период первые 3 часа и первые 3-4 дня. Именно на это время падает наибольшая нагрузка, связанная с переходом к новым, весьма отличным условиям существования и работы основных физиологических систем дыхания, кровообращения, питания, терморегуляции. Первое. Ребенок начинает дышать посредством легких. Тип дыхания – диафрагмальный и брюшной. Второе. С удалением пуповины в организме сразу же меняется кровоток. Появляется малый круг кровообращения, который снабжает организм артериальной кровью сверху, а не снизу, как это было раньше. Третье. Включается пищеварительная функция, что предъявляет новые, необычные требования к организму, хотя она и подготавливается при внутриутробном развитии, то есть заглатывании и переваривании околоплодных вод, насыщенных собственной мочой. К тому же в это время, первые 24-48 часов, происходит заселение желудочно-кишечного тракта различными бактериями. Поступают они в основном с пищей, отсюда очень важно, какая это будет пища. Четвертое. Смена водной среды обитания на сухо-воздушную может привести к перегреву новорожденного. Кравитация становится значительно ощутимее, а кровообращение и лимфоток еще несовершенны. Отсюда возможны разнообразные застои и пролежни со всеми неблагоприятными последствиями. К тому же это уже не стерильная среда. Отсюда повышенные требования к иммунитету. Пятое. Отрыв новорожденного от материнского организма колоссальный стресс. Ребенок лишается материнской защиты, поэтому в этот период он должен постоянно ощущать биополевую защиту и подкормку от матери. Ведь водная среда имеет наибольшее сродство с электронами. И через акупунктурные точки ребенок из околоплодной жидкости получает свободные электроны и необходимые ему вещества. Если он будет оторван от матери, он всего этого лишается. Несоблюдение этих элементарных условий приводит к катастрофическим последствиям. Большой смертности этого периода жизни, закладыванию страха и агрессивности на всю жизнь, серьезным нарушениям в пищеварительной системе и многим другим, которые вдруг неожиданно появляются во взрослом возрасте. Вот простые рекомендации, позволяющие избежать этих негативных последствий. Первое. Ни в коем случае не надо отделять мать от ребенка. Тогда ни ребенок, ни мать не будут испытывать страхов и переживаний. Ребенок станет спокойным и будет хорошо развиваться. Второе. В целях заселения желудочно-кишечного тракта ребенка необходимой микрофлоры, необходимо давать грудь сразу после рождения ребенка. Клинический опыт показывает, что новорожденные дети, лишенные с первых часов жизни молозива своей матери, легче заболевают расстройствами пищеварения. Молозиво, которое выделяется в первые 2-3 дня лактации, представляет собой жидкость густой, клейкой консистенции желтого цвета. Молозиво – наиболее слизеобразующий продукт, способствующий росту. Оно богато жирами, белками, каротоноидами, микроэлементами, а главное – антителами, ферментами и витаминами. Если так поступать, то ребенок легко и естественно переходит от внутриутробной жизни к внеутробной. Последующее кормление должно осуществляться только молоком матери из груди, никаких кипячений и заменителей. Третье. Кратковременное воздействие прохладной воды на кожу ребенка в виде быстрого окунания или обтирания и так далее, необычайно сильно стимулирует защитные силы и развитие младенцев. Крещение водой у многих народов – процедура предназначена именно для этой цели. Грудной период начинается от окончания периода новорожденности и заканчивается к полутора годам. В этом периоде продолжается интенсивное развитие организма, нарастает масса и совершенствуются все органы и системы. Потребность пищи повышена. Функционирования желудочно-кишечного тракта еще недостаточно. Поэтому любое отклонение от вскармливания, как по количеству, так и по качеству, сразу же приводит к острым и хроническим расстройствам пищеварения. Нам важно знать причины, почему это происходит, и тогда мы можем легко избежать их. Ввиду огромной важности этого вопроса, разберем его подробно и строго научно. Существует три типа пищеварения. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки. Как правило, они взаимодействуют и в зависимости от тех или иных условий периода жизни, каждый из них может стать доминирующим. Первый вид пищеварения – полостное. Осуществляется пищеварительными ферментами, выделяемыми в полость желудочно-кишечного тракта. Это железы кишечника, желудок, секреция желчи, поджелудочной железы и так далее. Эти ферменты разрушают предварительно измельченную и денатурированную пищу до крупных молекул и их блоков. Второй вид пищеварения – мембранная. Осуществляется на структурах клеточных мембран. На кишечной стенке имеется щеточная кайма. Здесь предварительно обработаны и измельченные до мономеров молекулы пищи подвергаются окончательному расщеплению и всасыванию стенку кишечника. Крупные молекулы, а также кусочки пищи в пространство щеточной каймы не проникают. Третий вид пищеварения – внутриклеточное. Когда расщепленный или частично расщепленный пищевой субстрат попадает внутрь клетки, захватывается ее, где и подвергается расщеплению. У новорожденного ребенка преобладает внутриклеточное пищеварение. Мембраны клеток кишечника захватывают и доставляют во внутреннюю среду макромолекулы пищи. И если молоко матери заменить коровьим, козьим или любым другим, то с помощью внутриклеточного пищеварения, так называемого пиноцитоза, во внутреннюю среду организма будут попадать чужие белки антигены и вызывать патологические реакции. Через несколько дней внутриклеточное пищеварение полностью исчезает и появляется мембрана. Ввиду того, что пища ребенка молоко матери на мембранах клеток появляются и активизируются ферменты, которые расщепляют молекулы молока до мономеров, пригодных к всасыванию. В частности, в женском молоке содержится большое количество молочного сахара, лактозы. Часть лактозы достигает толстого кишечника ребенка и обеспечивает там благоприятную среду для развития молочнокислых бактерий. При использовании коровьего молока и других заменителей, ввиду их различного качественного состава, так в коровьем молоке в два раза больше белка, вместо молочнокислого брожения идут гнилостные процессы. Гниет лишний белок коровьего молока, постоянно отравляющий организм и вызывающий дисбактериоз. Согласно исследованиям ученых, дети, получающие только грудное молоко, имеют нормальную микрофлору, а дети на искусственном вскармливании или вскармливании с цеженным женским молоком, имеют микрофлору гораздо худшего состава и находятся в состоянии постоянной субинфекции. И вот что происходит на самом деле. Если дети в первые 2-3 месяца жизни редко болеют, то в возрасте от 4 до 6 месяцев они легко могут инфицироваться детскими инфекциями, корь, краснуха, скарлатина и другие, а также гнилостными инфекциями, поражающими кожу, слизистые оболочки, дыхательных и пищеварительных путей. Это считается снижением пассивного иммунитета и слабой выработкой активных иммунных свойств. Ничего подобного. Просто за первые 2-3 месяца, а то и раньше, ошибками в питании мы успеваем так подорвать пассивный иммунитет и заглушить выработку активных иммунных свойств, что последствия этого в виде общего нездоровья, нарушений физического развития и интеллектуальной ущербности сказываются на протяжении долгих лет. Следующий важный этап – это переход на взрослое питание. Он наступает по мере формирования полостного пищеварения. При этом постепенно изменяется состав и активность пищеварительных ферментов. Синтез и активность одних ферментов усиливаются, других ослабляются. Чрезмерно важно, что в этот период подавляется синтез лактазы – пищеварительного фермента, расщепляющего молочный сахар. Молоко матери и, естественно, молоко животных из-за этого становится вредным. Оно перестает усваиваться. Ребенок начинает отказываться от молока и переходит на более взрослую пищу. Таким способом сама природа помогает матери прервать уже трудную для нее и почти ненужную для ребенка пищевую связь. Встает вопрос, когда начинать прикорм и чем прикармливать. К концу первого года грудной ребенок уже может обходиться без ферментов, гормонов, антител, которые он получает с материнским молоком. Они в достаточном количестве вырабатываются его собственным организмом. Вот с этого возраста и надо начинать прикорм. Ввиду того, что вода в организме структурированная, а сам организм ребенка имеет большой процентный состав воды, пища должна быть в виде жидкой консистенции и включать в себя структурированную воду. Так как пищеварение у грудного ребенка еще слабое, ему нужна помощь в виде ферментов, витаминов, минеральных солей, содержащихся в пище. Пищеварение в значительной мере должно осуществляться за счет самих ферментов пищи. Для этой цели идеально будут подходить свежевыжатые фруктовые и овощные соки. Чем ребенок взрослее, тем больше в соках должно быть мякоти. Соки давать сначала в небольшом количестве, 1-2 чайные ложки и постепенно довести разовый прием до 30-50 граммов. Очень хорошо будет, если мать вначале поддержит некоторое время сок у себя во рту, а затем даст ребенку. Это позволит предварительно слегка обработать его и обезвредить. После года можно переходить на более твердую пищу, не содержащую крахмала и много белка. Пища по-прежнему должна содержать много ферментов для самопереваривания, витаминов и минеральных солей. Для этой цели идеально подходит проросшее зерно пшеницы, можно с медом. Но и тут мать должна помогать ребенку. Ввиду того, что ребенок еще не может как следует жевать, она должна тщательнейшим образом все переживать, превратить пшеницу в пищевое молочко и в таком виде дать ребенку. Точно так же его можно подкармливать грецкими орехами, свежеприготовленными фруктовыми пюре, небольшим количеством натурального творога. Естественно, прикорм должен водиться постепенно. В последствии, когда ребенок сможет тщательно жевать, можно давать ему пищу без предварительной обработки. В период от 1 года до 3 лет, когда осуществляется переход к взрослому питанию, таит в себе большие неприятности. Как правило, большинство желудочно-кишечных заболеваний закладываются в это время. Постарайтесь в этот период не кормить ребенка следующими продуктами. Первое. Молоком. Указывалось, что сама природа прекращает активность фермента лактазы с тем, чтобы ребенок отказался сам от молока. Молочный период кончился. Потребление его теперь будет приводить к различным расстройствам желудочно-кишечного тракта, дисбактериозу и образовывать много слизи в организме. Второе. Кашами, мучными изделиями. Пищеварительная система еще не имеет достаточно мощности для полноценного усваивания их. Организм наполняется крахмалистой слизью, на которой размножаются патогенные организмы, вызывая заболевания легких, горла, носа, диетез и т.д. Врачи установили, что раннее питание грудных детей кашами и мучными блюдами приводит к большой смертности и заболеваниям, особенно почечно-каменным. Третье. Концентрированные белковые продукты. Мясо, творог, если часто кормить им, яйца не могут полноценно расщепляться слабыми пищеварительными ферментами человека, ребенка. Поэтому белковая пища будет гнить и отравлять. Четвертое. Рафинированными и искусственными продуктами. Сахар, конфеты, печенье и т.д. предъявляют ударную нагрузку на поджелудочную железу. Быстро всасываясь в кровь, они требуют к себе привязку. Минеральные соли, витамины и т.д. Все это берется из тканей самого организма. Кальций из зубов, витамины из печени. В итоге быстро портятся зубы, выходит из строя поджелудочная железа. Пятое. Однако наибольшую угрозу в этот период представляет смешивание в одном приеме пищи разнохарактерных продуктов. Например, белковых и крахмалистых, белковых и сахаристых. Каждый продукт подвергается переработке в своей среде и своими ферментами. Для разнородных продуктов даже у взрослого здорового человека это представляет трудно осуществимую вещь. У детей такая нагрузка выводит из строя пищеварительную систему сразу и надолго. Давать ребенку максимум 2-3 продукта за один прием пищи. Сначала давайте ему жидкости, затем свежую пищу в виде фруктов или овощных салатов и только затем что-нибудь вареное, белковое или крахмалистое, а лучше проросшую пшеницу или орехи. Откажитесь сами и никогда не давайте ребенку дрожжевого хлеба. Дрожжи подавляют нормальную микрофлору, подрывают наш иммунитет и способствуют развитию рака и других опухолей. Это много раз проверено, доказано и не представляет никакого секрета. Если ребенок будет так питаться до 4-5 летнего возраста, у него устанавливаются здоровые вкусовые привычки и потребности. Но к сожалению, практика вскармливания так далека от правильности и научности, что начиная с роддома, яслей, детсада, школы, студенческого периода и кончая взрослым возрастом, мы делаем все, чтобы ребенок, а в дальнейшем и взрослый человек заболел и быстро сошел в могилу. По данным ВОЗ, переход на белый сахар и белую муку ослабил иммунную систему у целого поколения людей. У нас рождаются дети, предрасположенные к самым различным заболеваниям. А теперь несколько положительных примеров из практики. Мы хотим просить вас дать мне кормить ребенка в первые часы после рождения. Что за странная просьба, удивилась заведующая. Когда надо, тогда и дадим. И тогда мы рассказали ей о том, что у всех наших шестерых детей был очень сильный диатез. И мы, родители, уже смирились с этим, думая, что диатез передается по наследству. Но о нашей беде узнал известный ученый профессор Аршавский и настоятельно рекомендовал в качестве профилактического средства против диатеза как можно раньше приложить ребенка к груди, чтобы он высосал те капли молозива, которые есть только у матери. Ну хорошо, согласилась заведующая. Любочку принесли для первого вскармливания часа через два после рождения. И что же, дочка росла, пошла в школу, и все это время мы не нарадуемся на нее. Никаких следов диатеза. Если бы мы знали об этом раньше, сколько бы неприятностей могли избежать. Диатез болезнью не считается, но мучений от него и ребенку, и родителей бывает много. Уже у трех-пятимесячного малыша появляются мокнущие прыщички, а потом и болячки на личке, под коленками. В теплоте они нестерпимо зудят. Малыш их иногда расчесывает до крови, плачет, капризничает. И это тянется год, два и дольше. И ни лекарства, ни диета не дает стойкого результата. Наступает временное улучшение, а потом вдруг опять хуже прежнего. И вот от всего этого мы избавились. И к тому же так просто. Могли ли мы предположить, что первые часы жизни человека так сильно могут повлиять на его дальнейшее развитие? Из книги Никитиных «Мы и наши дети. Ростов-на-Дону. 1991 год». Следующая выдержка. Я должна была родить своего первого ребенка в возрасте 32 лет. В один прекрасный день овощные салаты, которые я так любила, стали казаться мне безвкусными, как древесные. И я переключилась на совершенно другую пищу. А именно, в первые, второй и третьи месяцы беременности мне ничего не хотелось есть, кроме грейпфрута и лесных орешков. Три раза в день. Четвертые, пятые и шестые месяцы, кроме грейпфрута, я ела и другие фрукты, такие как сливы, груши, яблоки и ягоды, выращенные без химических удобрений. Мы вычитали, что чай из листьев малины с медом полезен при беременности, и поэтому насушили много этих листьев. Всю зиму я пила настой из листьев малины с медом и 500 граммов морковного сока ежедневно. Самочувствие было настолько хорошим, что я не ходила к врачу до 6 месяцев беременности. Доктор, осмотрев меня, удивился сильному биению сердца ребенка и тому, что у меня не было лишнего веса и токсикоза. Он верил в естественные роды и был доволен моей простой натуральной пищей. Я прогуливалась каждый день, делала упражнения для естественных родов и выполняла домашнюю работу. И, наконец, Эрик выскочил на белый свет. Головка его была покрыта густыми, длинными, черными, курчавыми волосами. Волосы особенно бросаются в глаза, ибо у большинства новорожденных в наши дни волос мало или их вовсе не бывает. Изумительный цвет кожи был предметом разговора врачей и сестер. Ко всеобщему удивлению, я была в состоянии кормить Эрика грудью. Сначала молоко шло медленно, но вскоре у меня пошло обильное жирное молоко. Больничное питание, будучи почти целиком вареным, конечно, не устраивало меня. И я просила давать мне из кухни только живую пищу. Добаваемое мне пастерилизованное молоко через каждые три часа выливало в раковину. Мой муж и сестра приносили ежедневно один литр свежего морковного сока и мешочек свежеколотых орешков, как добавку к моей простой пище. Принесенные мне сухофрукты были объявлены больничным персоналом опасными, ибо, как они говорили, от них у ребенка будет понос. Я не могла понять, как могут сухофрукты повредить ребенку или мне, ибо я употребляю их в течение 10 лет, а ребенок великолепно развивался в утробе 9 месяцев. Вернувшись домой, я с жадностью набросилась на сухофрукты. 60% употребляемой мной сырой растительной пищи составляли фрукты. Кишечник у Эрика заработал только на пятый день после рождения. Стул был нормальный. Меня беспокоил его редкий стул. Тайна раскрылась мне после прочтения одной старой книги о питании грудных детей. В ней утверждалось, что пища усваивается младенцами так хорошо, что нечем ходить в туалет. Редкий стул продолжался до тех пор, пока Эрик питался грудью. Материнское молоко хорошо усваивается организмом. В 6 месяцев Эрику дали морковный сок. Первая твердая пища состояла из мелко натертых бананов и немного авокадо. В нашей стране давайте прожеванную проросшую пшеницу. Это мое примечание. Которую мы давали ему в 9 месяцев. После этого стул у него стал регулярным. До года, кроме материнского молока, Эрик ел бананы и авокадо, плюс морковный сок. Значит, опять мое замечание. Бананы и авокадо заменят проросшая пшеница и прожеванные грецкие орехи. Затем мы постепенно начали давать ему замоченные и протертые сквозь сито сырые сливы, финики и абрикосы. Вскоре он начал есть свежие фрукты по сезону. Как мы заметили, Эрик сам выбирал пищу. Иногда он ел только яблоки несколько дней подряд. Затем переключался на другую пищу и так далее. Единственное молоко, которое он получал, было материнское. До двух с половиной лет. Теперь он пьет морковный сок, ореховое молоко и фрукты. Он никогда не был одутловатым. У него не выделялась слизь. Не было опухшего живота. Большинство моих друзей пичкают своих детей кашами и давали пастеризованное молоко из бутылки. В следствии того, что дети не в состоянии переваривать крахмал, а также молоко, не тех ферментов, что были раньше, мое примечание. Они без конца простужались, заболевали гриппом, воспалением легких, сыпью, аллергии и так далее. У нашего ребенка этого не было потому, что мы следовали простым, но непоколебимым законам природы. Эрику три года. Его пища состоит из свежих и сушеных фруктов, свежих сырых овощей, соков, семян и меда. Он хорошо развивается умственно и физически, полон энергии и очень любознателен. Из книги Норберта Уокера «Лечебные свойства овощных соков. Санкт-Петербург, 1992 год». Правильное питание – несомненно главнейшее условие нормального развития человеческого организма. Но существуют и другие важные механизмы и функции, которые необходимо включить сразу же после рождения с целью оптимизации физического и умственного развития. Если это не сделать вовремя, то согласно закону свертывания функций за ненадобностью, они атрофируются, и человек останется беззащитным и легко уязвимым. Речь пойдет о теплорегуляции организма, которая сильнейшим образом связана с энергетическим, то есть плазменным телом, укрепляет и развивает его. Рождение является естественной точкой запуска терморегуляторных функций, поэтому в древности их старались задействовать сразу. Так, согласно книге Покровского «Физическое воспитание у разных народов 1884 год», русские и финны рожали ребенка в бане и жили там целую неделю, где температура могла быть плюс 50 градусов Цельсия. Считалось, что жара делает ткани тела мягкими и облегчает роды, а тунгуски, наоборот, разрешались от бремени во время перекочевки под открытым небом и при 40-радусном морозе. Новорожденные выдерживали и жару, и холод. Диапазон температур около 90 градусов Цельсия. После рождения у многих национальностей был обычай окунать детей в холодную воду, у других обтирать снегом, то есть сразу пускать в ход все механизмы терморегулирования. В дальнейшем детей не нежили, не укутывали, что позволяло укреплять и развивать энергетическое тело, от силы которого зависела мощь защитных резервов организма. Кстати, вот как вспоминает день своего рождения один из наиболее закаленнейших людей прошлого столетия Порфирь Иванов. Я родился в нашей землянке ночью под 20 февраля 1898 года. Меня встретила мать. Великая природа, бушующая зимой, в снегу, в сугробах, стояла с большим снегопадом ночь, а я уже дышал. Мои легкие воспринимали тот воздух, который меня в атмосфере моей землянки обнимал. Я видел этот весь день в снегу. Были заброшены все проезжие дороги. Такое рождение во многом помогло ему приобрести в дальнейшем супер закалку. Теперь после такого предисловия более подробно поговорим о запуске терморегуляторных механизмов, которые укрепляют энергетическое тело и помогают развивать все функции организма. Будущий взрослый человек должен обладать достаточной волей к жизни, чтобы легко справляться с заболеваниями, чтобы у него была положительная мотивация для занятий с самоздоровлением, непоколебимая вера в успешность выполняемой программы. Оказывается, волю к жизни человек получает во время родов. Фундаментальные исследования Станислава Грофа, проведенные в Чехословакии и США, показали, что слабую волю к жизни и другие нарушения психики люди получают во время родов. Обычно мать тяжело переживает процесс родов. В результате в организм ребенка поступают химические вещества, появившиеся от этих неблагоприятных эмоций и вызывают те же эмоции у него, ребенка. Панический страх матери, что нас не сможет родить, передается ребенку. Он возрастает многократно, когда тело ребенка сдавливается при выходе. Эти переживания навсегда запечатлеваются в его подсознании. Образую голографическое клише страха. Такая патологическая голограмма может сразу откладывать свои неблагоприятные отпечатки на умственно и физическое развитие, либо позже возникать у взрослых людей в критических ситуациях. Так даже при пустяковом заболевании они пасуют, не говоря уже о серьезном. Разработана масса методов, чтобы избежать этого. Но самым эффективным оказался русский метод Игоря Черковского. Это роды в воде. Если мама старательно готовится к родам в воде, то есть плавала, ныряла, надолго задерживала дыхание, а это можно делать и в обычной ванне, то они проходили не только безболезненно, но и доставляли ей невыразимое блаженство, с которым нельзя сравнить никакие другие переживания. Это благодатное состояние передается и младенцу, вызывая голографическое клише эйфории и запоминается на всю жизнь. Во всем мире есть несколько сот водных детей, которые растут удивительно здоровыми и жизнерадостными. Водная среда, да если еще туда ребенок мочится, напоминает околоплодную жидкость. Дети с травмами головного мозга, полученными от длительного родового удушья, восстанавливают умственные способности благодаря интенсивным тренировкам в воде. Нормальные же дети 2 месяца уже стоят, а в 6 месяцев ходят. Можно просто обливать ребенка прохладной, а старших холодной водой. Например, участковый врач-педиатр 9-й детской поликлиники Бабушкинского района города Москвы, Быково, лечит детей холодной водой без всяких таблеток и уколов. В дальнейшем, привыкнув к обливаниям, дети перестают вообще болеть, догоняют сверстников, обретая нужные пропорции тела. При этом надо помнить о правильном питании, чтобы пища не давала слизи, которую холод выталкивает вон. Выполнение вышеуказанных предписаний позволило растить умных и физически крепких детей. Точно так же поступали в глубокой древности, когда хотели воспитать жреца или вождя. Детей закаливали и правильно кормили, в результате чего все скрытые потенции умственного и физического плана развивались в полную меру. Такая закалка-подготовка продолжалась до периода полового созревания. В возрасте 13-15 лет наблюдается наименьшая смертность. Организм наиболее устойчив и приспособлен к жизни. Посмотрите на детей этого возраста, запомните их жировую прослойку, их гибкость, двигательный режим и сравните со своими. Все эти качества старайтесь поддерживать, ибо с этого возраста они начинают угасать. Зрелый период жизни. Как это не прискорбно констатировать, но после полового созревания потихоньку начинают угасать физические качества. Так снижается уровень иммунной защиты. Вилочковая железа, тимус, которая в предполовом возрасте обеспечила клеточный иммунитет, продуцируя Т-лимфоциты, атрофируется. И это естественно. Организм переходит на биополевую защиту. К этому времени энергетическое, то есть плазменное тело должно стать плотным и отталкивать, буквально так выметать от себя все патогенные микробы и прочие начала. Но вместо того, чтобы укреплять и совершенствовать это тело с помощью движений, питания, закаливающих процедур, мы снижаем двигательную активность, переедаем, сидим в тепле и никакого качественного перехода от одного способа защиты к другому не происходит. Мы наоборот теряем достигнутое ранее. Ввиду того, что после прекращения роста организма, в нем начинают незаметно капливаться метаболические и другие шлаки. Надо с 20-25 лет потихоньку выполнять очистительные процедуры, придерживаться постов. А после 30-летнего возраста должна быть выработана индивидуальная система очищения и проводиться небольшие голодания от 1 до 8 суток. Двигательную активность не снижать. После 40-летнего возраста для капитального ремонта голографического тела, то есть тела мысли, необходимо выполнять с учетом индивидуальной конституции голодание до 7 суток и более. В этом возрасте появляются морщины, а это говорит о том, что организм теряет воду и соли. Ведь эластичность ткани и упругость кожи зависит от тургора. Тургор – это давление воды в тканях. Если оно хорошее, наше тело упругое, например, как щеки у детей, когда она ослабевает, ткань опадает, подобно спущенному мячу. Появляются складки, например, щеки стариков. Чтобы отодвинуть эти явления, надо регулярно, но понемногу пить структурированную воду, ну это талая вода, от 1 до 2 литров в день. Количество опять-таки зависит от конституции. Одному больше – это с конституцией ветра, а другому меньше – с конституцией слизи. В это время надо больше двигаться в умеренном темпе. Удержать воду в организме вам прекрасно помогут сокотерапия и уринотерапия. Такая программа надолго отодвигает вашу старость и продлит самый приятный творческий период. После угасания половой функции, ваша индивидуальная программа оздоровления должна строиться с учетом компенсации потерь структурированной воды и тепла. О том, как поддерживать структурированную воду, уже говорилось. А вот тепло надо разжигать внутри себя умеренными, но длительными движениями. Выполнение этих двух пунктов позволит вам бороться с одеревенением сухожилий и суставов. Будет поддерживаться циркуляция тепла на хорошем уровне. Шире используйте теплые процедуры, которые расправляют суставы, подпитывают тело водой и теплом. Пищу больше используйте, свежевыжатые соки овощей и фруктов. Продукты с повышенной биологической активностью – это проросшее зерно, продукты пчеловодства. Меняйте климат на более влажный и теплый. Место жительства наиболее энергонасыщенное. Его определяют биолокации. Все это позволит вам прожить долго и не болеть. Изменение жизненных принципов. Дождь в течение жизни. В связи с тем, что в оздоровительной литературе весьма мало уделяется внимания поддержанию здоровья от зачатия до половой зрелости, Ему и было уделено наибольшее внимание. А теперь дополним вышеуказанную информацию древними трактовками о развитии в течение жизни трех главных жизненных принципов ДОЖ. Слизи, желчи и ветра. А также входящих в них пяти первоэлементов. Эфира, воздуха, огня, воды и земли. На мой взгляд, древняя трактовка развития ДОЖ и первоэлементов позволит гораздо яснее показать изменения, происходящие в организме, объяснить как с ними бороться и индивидуализировать программу оздоровления на все периоды жизни. Всю жизнь человека можно разбить на три больших периода. Период слизи, то есть от рождения до 25 лет. Период желчи от 25 лет до 60 лет. Период ветра от 60 лет и до конца жизни. Первый период слизи. В это время преобладают анаболические процессы. Организм растет, в нем еще много воды. Жизненный принцип слизи состоит из первоэлементов воды и земли, которые в это время создают форму будущего организма. Они не способствуют развитию тепла в организме, а наоборот угнетают его. Любое привнесение влаги и прохлады извне, например изменение погоды или с пищей, будет способствовать накоплению излишка слизи и приводить к заболеваниям слизистой природы. Особенно сильно это выражено у детей преобладанием в конституции ДОЖ и слизи. И обостряется весной и осенью в прохладную и сыровую погоду. У детей с ДОЖ и ветер, наоборот, этот период жизни может пройти безболезненно. Второй период желчи. В это время процессы синтеза и распада тканей уравновешиваются. Организм находится в относительно стабильном состоянии. В это время доминирование получает жизненный принцип ДОЖ и желчи, который состоит из первоэлементов воды и огня. Причем, если в ДОЖ и слизи преобладает вода, то здесь огонь преобладает над водой. Умственные и пищеварительные процессы наиболее сильны. Любые воздействия теплоты в этот период, жаркое время года, разогревающая пища, неадекватные эмоции будут способствовать накоплению желчи в организме и вызывать желчные расстройства. Подъем температуры, воспаление, болезни органов пищеварения, психологические расстройства. Особенно сильными эти нарушения будут у людей с преобладающими ДОЖами желчи, с пиками обострения летом. А вот у людей с преобладанием в конституции ДОЖ и слизь этот период пройдет весьма гладко, так как слабопищеварительные и умственные способности будут получать усиление и вытаскивать слабые функции на вполне нормальный уровень работы. Третий период ветра. В этот период преобладают катаболические процессы, то есть распад тканей над их синтезом, организм обезвоживается. Ведь ДОЖа в ветер состоит из первоэлементов эфир и воздух, которые дают сухость и холод организму. Отсюда любые привнесенные сухости и холода, холодные сухое время года, сухая пища и так далее, будет способствовать уменьшению теплоты и обезвоживанию организма. Это наиболее плохой период для ЛИЦ с ДОЖ и ветер. У них кризисы будут наблюдаться в сухие, холодные зимы. Люди с преобладанием в собственной конституции слизи и желчи будут иметь преимущество и проведут остаток жизни в нормальном состоянии. Из содержания этой главы вытекает второй закон оздоровления. Строить собственную программу оздоровления в зависимости от возрастного периода. Наша задача следить за тем, чтобы не произошло возбуждение доминирующего жизненного принципа, то есть ДОЖи, и всемирно укреплять слабые принципы ДОЖи. Помните, общая направленность индивидуальных программ оздоровления должна медленно меняться со сменой периодов жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДОЖи